Всем привет! Это видео о том, как подключить интернет к компьютеру через мобильный телефон или смартфон. Подключить интернет к ПК используя сотовый телефон можно тремя основными способами. Использовать телефон как точку доступа Wi-Fi. Подключить телефон в качестве USB-модема. Настроить доступ к интернету через Bluetooth. Мобильный телефон или смартфон для этого должен иметь доступ к интернету. Желательно 3G и выше. Итак, поехали! Самый простой способ подключить компьютер к интернету с помощью мобильного гаджета – превратить мобильный телефон в точку доступа в беспроводной сети. Это можно сделать в случае наличия Wi-Fi модуля на вашем ПК. Я покажу, как это сделать на примере имеющегося в наличии Android-устройства. Но на других устройствах настройки принципиально отличаться не будут. Перейдите в Настройки – Модем и точка доступа. В зависимости от версии Android данное меню может быть расположено в меню Беспроводные сети, Wi-Fi или еще. Перейдите в меню Точка доступа Wi-Fi и настройте ее. Дайте ей имя – это название точки, под которым она будет видна на других устройствах. Установите пароль доступа в меню Безопасность и сам пароль. После этого вернитесь в предыдущее меню и активируйте общий доступ к мобильной сети. В iPhone точка доступа Wi-Fi называется режим модема и активировать его можно на одном из двух экранов – Настройки – Режим модема или Настройки – Сотовая связь – Режим модема. Переходим к компьютеру и кликаем по значку Wi-Fi. В открывшемся окошке видим все доступные Wi-Fi сети. Кликаем на созданной нами точки доступа и выбираем «Подключиться». Вводим пароль, если он был установлен и нажимаем «Далее». Подключение сделано и есть доступ к интернету. Для отключения точки доступа достаточно отключить ее на смартфоне. В такой точке доступа можно подключить не только компьютер, но и любое другое устройство с Wi-Fi, включая другой смартфон или планшет. Второй способ подойдет как для стационарного ПК, так и для ноутбука, если на нем нет модуля Wi-Fi. Чтобы подключить телефон к компьютеру в качестве USB модема, нужно подключить его к компьютеру с помощью USB кабеля. Перейдите в Настройки – Модем и точка доступа. В зависимости от версии Android данное меню может быть расположено в меню «Еще» или «Режим модема» и активируйте функцию USB модем. В iPhone достаточно подключить его с помощью кабеля к компьютеру и активировать режим модема. Если это первое подключение вашего смартфона к данному ПК, то возможно компьютер начнет устанавливать драйвера. В таком случае дождитесь завершения их установки. После того, как функция USB модема смартфона будет активирована, на компьютере появится значок сетевого соединения. Это значит, что интернет подключен. И третий способ, который по-моему уже немного неактуален, но тем не менее имеет право на жизнь. Доступ к интернету через Bluetooth. Чтобы подключить интернет к компьютеру через смартфон используя Bluetooth, перейдите в Настройки смартфона «Модем» и «Точка доступа». В зависимости от версии Android данное меню может быть расположено в меню «Еще» или «Режим модема». И активируйте функцию Bluetooth модем. После этого перейдите к вашему компьютеру и активируйте Bluetooth. Или подключите Bluetooth адаптер. Возможно компьютер установит некоторые драйвера. После этого перейдите на вашем компьютере в панель управления. Центр управления сетями или общим доступом. «Изменение параметров адаптера». Здесь вы увидите значок «Сетевое подключение Bluetooth». Кликаем на нём дважды. В открытом окне кликаем по ссылке «Добавление устройства». После того, как в окне поиска появится ваше устройство, кликните по нём и нажмите «Далее». Будет показан код, который нужно ввести на смартфоне. Введите его. «Ок». «Добавление устройства на ПК». «Устройство добавлено». Кликаем на нём правой кнопкой мыши и выбираем «Подключиться через». «Точка доступа». Подключение есть. Можно пользоваться интернетом. Имейте в виду, что скорость интернета по Bluetooth соединению будет ниже, чем через Wi-Fi или USB. На нашем канале уже есть целая серия видео о смартфонах. Ссылка на них есть в описании. Посмотрите. Интересно. На этом всё. Если данное видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.